Как стать счастливой? Я позволяю этому быть. Да, этого я достойна. И только тогда ты получишь аплодисменты от жизни и от себя. Люди видят только то, что ты показываешь. Многие успешные женщины стали успешными именно потому, что они играют с собой в эту внутреннюю игру. Это основа развития, это основа твоего счастья. Мы словно напрямую подключаемся к божественному Wi-Fi. Тарарина благословляет. Меня зовут Елена Тарарина, я эксперт в области обучения людей. Мне очень нравится, когда приходят счастливые люди и спрашивают, как стать счастливой. Но, к сожалению, чаще всего приходят несчастливые люди и говорят, ну как же мне стать счастливой? Не могли бы вы мне дать таблетку? Лучше выпишите мне рецепт. Знаете, дайте мне, пожалуйста, такую таблетку, чтобы я стала счастливой в семье, на работе, в карьере, чтобы я была здорова. Ну, в общем, везде-везде-везде. Есть у вас такой рецепт? А сколько стоит ваша консультация? И что, вот прям после нее я сразу стану счастливой? А точно я стану счастливой? И мне очень нравятся эти диалоги с нашими клиентами. Конечно же, в этом видео я расскажу вам о том, как по-настоящему стать счастливой, при условии того, что вы готовы вкладывать свои усилия, а не просто перекладывать на кого-то задачу, чтобы кто-то другой сделал вас счастливыми. Ну что, если ты готова на самом деле быть счастливой, то первое, что тебе нужно сделать, это взять тетрадь и ручку. Потому что счастливый человек – это человек, который точно знает, что хочет. И если ты сейчас не транжиришь время, глядя это видео, а реально будешь практиковать, то без ручки и блокнота тебе никак. Беги за ним, я жду тебя. После того, как ты уже полностью вооружилась для того, чтобы быть счастливой, помнишь, как Пауло Куэльо писал, «Воин света вооружился своим мечом и готов идти в сторону добра?» Мы с тобой сейчас станем такими же воинами света и пойдем в эту сторону. Что же должна сделать женщина для того, чтобы стать счастливой? Прежде всего, она должна дать себе разрешение на счастье. Как это выглядит? Знаешь, некоторые мои клиенты говорят, «Елена Владимировна, выпишите мне, пожалуйста, разрешение. Дайте мне разрешение. Благословите меня». Наверное, мне уже пора открывать новый бизнес, который будет называться «Тарарина благословляет». Это все звучит смешно, но некоторые люди на самом деле думают, что если какой-то человек, независимо от его уровня святости, благословит тебя, то это как-то повлияет на твою жизнь и даже изменит ее. Есть люди, которые в это верят. Есть люди даже, на которых это работает. Какое-то время. Но потом, рано или поздно, ты все равно скатываешься к своему обыденному унынию каждодневному. Поэтому я сейчас буду рассказывать о инструментах, которые работают в себе. Прежде всего, ты сама должна дать себе разрешение на счастье. Как это? Очень просто. Ты должна поговорить сама с собой. Я это называю свидание с собой. Выбери время, выбери место и дай себе несколько часов времени. Напиши на листе бумаги, это очень важно написать, все успехи, которых ты уже успела добиться в своих 27, 38, 49. После этого выпиши все неудачи, которые с тобой произошли. Посмотри на это и скажи. Я позволяю этому быть. Я позволяю этому быть. Подними руки. Перестань. Перестань сопротивляться тому, что уже случилось. Ты сливаешь на это сопротивление. Огромное количество энергии, поверен, но тебя не продвигает. Первое. Ты должна принять полностью все, что уже произошло с тобой. Второе. Ты должна, глядя на список своих достижений и поражений, конечно же, сама себя благословить на то, что ты достойна счастья. Знаешь, делать это очень сложно. Потому что в твоей голове есть огромное количество, как и в голове многих других женщин, убеждений о том, что ты недостойна. И здесь, как правая и левая рука, мы всегда чего-то недостойны, и мы всегда чего-то достойны. И если ты четко знаешь, да, у меня 39 размер ноги, я недостойна носить туфли 37-го, да, это то, чего я в жизни недостойна. Но у меня есть прекрасный партнер, и я хочу двое детей. Хм, да, этого я достойна. Пожалуйста, придумай себе сама, чего ты достойна и чего ты недостойна. И только тогда ты получишь аплодисменты от жизни и от себя. Иначе невозможно. Если ты не придумаешь себе недостатки и недостоинства, то поверь, мир легко и вот так вот укажет тебе на то, что тебе не понравится. Люди видят только то, что ты показываешь, а не то, что есть на самом деле. Поэтому научись быть мудрой и показывай то, что действительно является твоим недостатком. Например, в моем случае это 39 размер ноги, потому что нет туфель 39-го, которые мне понравились, только 37-го. Хорошо, пусть это будет моим недостоинством. Придумай себе их, я сейчас не шучу. Многие успешные женщины стали успешными именно потому, что они играют с собой в эту внутреннюю игру. И это основа коучинга, это основа развития и это основа твоего счастья. И еще одна идея, которую я хочу поделиться с тобой в этом видео. Наверное, это будет очень важно услышать тем, кто сейчас находится в отношениях, независимо от того, вы в официальном браке или просто находитесь рядом. Для того, чтобы стать счастливой, ты должна принять решение, что стать счастливой ты можешь через своего партнера. И это самый быстрый путь – прийти к счастью. В смысле, я что, должна не просто сама стать счастливой, но этого несчастного тоже сделать счастливым? Ну, как-то так, да, как-то так. То есть ты должна поверить, что на пути к счастью рядом с тобой должен идти какой-то человек. Знаешь, если ты по пути к счастью прихватишь еще всю свою семью, весь свой город, всю свою страну, Землю, галактику, солнечную систему, будет вообще очень весело идти. И великие люди этого мира, самые счастливые люди этого мира, были именно те, кто хотел счастья не только для себя. Счастливая женщина – это та, которая способна в своем желании мороженого хотеть, чтобы вкусности достались всем людям сейчас. В своем желании реализоваться в карьере она хочет не только за себя, она хочет, чтобы все женщины были счастливыми и реализованными. И если твой мозг настолько велик, как мозг великой женщины, что ты способна хотя бы несколько раз в день думать не только о себе, но и о других людях, то тогда у тебя есть все шансы стать счастливее. Когда мы думаем о многих людях, мы словно напрямую подключаемся к божественному Wi-Fi, ресурсам и энергии. Попробуй, проверь. Ставь лайк, подписывайся на канал. Когда ты лучезарная, ты становишься видимой для всех. И для счастья тоже. Ведь счастье – оно на то и счастье, что с унынием к нему не приходит. Расправь свои плечи, распахни свои глаза. Начинай практиковать. Сейчас в твоем блокноте записано огромное количество полезных вещей. Меня зовут Елена Тарарина. Я искренне желаю тебе стать счастливым.